Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 17 октября. Вы смотрите программу «Земь веков-хронограф». Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Светлана Рудская. В 1869 году по заданию газеты «Нью-Йорк Геральт» Генри Стэнли отправился на поиски пропавшей в Африке экспедиции Дэвида Ливингстона, шотландского миссионера и наиболее выдающегося исследователя Африки. Ливингстон первым пришел к правильному представлению об Африке как о материке, имеющем вид плоского блюда с приподнятыми краями к океану. В 1857 он издал книгу о своих путешествиях. Поиск истоков Нила и гуманитарная миссия привели Ливингстона в область Великих Африканских озер. Здесь он открыл два новых больших озера и собрался обследовать озеро Танганьика. Но внезапно путешественник заболел тропической лихорадкой. Из-за болезни великий исследователь потерял способность ходить и ожидал смерти. Неожиданно ему пришла на помощь экспедиция Генри Мортона Стэнли. Ливингстон поправился и вместе со Стэнли обследовал озеро Танганьика. Стэнли предлагал Ливингстону вернуться в Европу или Америку, однако тот отказался. Вскоре Давид Ливингстон опять заболел малярией. И в 1873-м умер вблизи селения Читамбо-Ангвилона. Ливингстон посвятил Африке большую часть своей жизни, пройдя преимущественно пешком свыше 50 тысяч километров. Он был первым, кто решительно выступил в защиту темнокожего населения Африки на таком высоком уровне. Африканцы очень любили и почитали Ливингстона, однако его жизненная трагедия выражена в том, что открытия великого исследователя были использованы алчными британскими колонизаторами, пытавшимися подчинить британской колониальной империи территории от Египта до Южной Африки. Однако этот факт только усиливает величие Ливингстона среди остальных путешественников. Сегодня 17 октября в эфире программы «День веков-хронограф» и теперь о наиболее заметных событиях 20 века. 17 октября 1905 года император Николай II подписал манифест об усовершенствовании государственного порядка. Этому предшествовали весьма печальные страницы русской истории. Первая русская революция началась 9 января 1905 года с расстрела царскими войсками мирной демонстрации народа, двинувшегося к Зимнему дворцу просить у Николая II защиты от притеснений. Столичные власти не нашли лучшего средства остановить толпу, как рассеет ее картечью. Гибель невинных детей, женщин, стариков с иконами в руках, направляющихся к царю, привела к революционному взрыву. На сторону восставшего народа переходили воинские части. Летом 1905 года на сторону революции перешел эскадренный миноносец князь Потемкин-Таврический. Осенью того же года отказалась подчиняться командованию часть Черноморского военно-морского флота. Лидером восставших моряков стал лейтенант Петр Шмидт. Апогей революции пришелся на октябрь 1905 года. В стране началась всероссийская политическая стачка. Стремясь с помощью реформ сбить накал революции, император 17 октября 1905 года издал манифест об усовершенствовании государственного порядка, известный как манифест 17 октября 1905 года, провозгласивший такие гражданские свободы, как неприкосновенность личности, свободу слова, собраний, союзов. Также манифестом была созвана Государственная Дума, без одобрения которой ни один закон не мог войти в силу. Манифест был подготовлен Сергеем Юрьевичем Витте. В 1906 году Николаем II были утверждены основные законы Российской империи, законодательная власть закреплена за Государственным Советом и Государственной Думой. 17 октября 1918 года Венгрия провозгласила независимость от Австрии, а уже через три недели в Будапеште вспыхнула революция. Премьером был назначен граф Михай Карой, лидер демократической оппозиции. Он сформировал кабинет из социалистов, радикалов и членов партии независимости. В ноябре Карой провозгласил Венгрию республику. Он был избран президентом, начал подготовку к всеобщим выборам и проведению аграрной реформы. Предоставил равенство и полную автономию национальным меньшинствам. Однако эти реформы шли с опозданием. Социалисты присоединились к группе коммунистических агитаторов, которых возглавлял Белла Кун, приверженец Ленина, вернувшийся из Советской России, чтобы организовать восстание в Венгрии. В марте 1919-го Карой ушел в отставку, и к власти пришли коммунисты. 17 октября 1931 года американский гангстер Аль Капоне был приговорен к 11 годам тюрьмы за сокрытие доходов от налогов. Единственное преступление, которое удалось доказать. Этот знаменитейший американский гангстер действовал в 1920-30-х годах на территории Чикаго. Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегерством, игорным бизнесом, и сутенерством. Яркий представитель той части организованной преступности США, которая зародилась и существует там под влиянием итальянской мафии. 17 октября в 1938 году Президиум Верховного Совета СССР учреждает медали за отвагу и за боевые заслуги. Первыми их получат участники боев у озера Хасан. Тогда кавалерами этой награды стали воины-пограничники Абрамкин, Гуляев и Григорьев. Находясь в ночном дозоре у озера Хасан, они вступили в бой с большой группой диверсантов, пытавшихся прорваться через границу. Несмотря на то, что силы были неравны, а пограничники к тому же получили ранения, зеленые фуражки диверсантов не пропустили. За годы Великой Отечественной войны медалью за отвагу будет награждено более 4 миллионов, а медалью за боевые заслуги более 3 миллионов бойцов и командиров Красной Армии. Медаль за отвагу – одна из немногих наград, которая после распада СССР была сохранена в наградной системе нынешней России. Сегодня ею награждены тысячи военнослужащих, выполняющих служебно-боевые задачи в горячих точках. 17 октября 1961 года открылся 22-й съезд КПСС, на котором был принят устав КПСС, который в частности содержал Моральный кодекс строителей коммунизмов и программу КПСС, где утверждалось, что к 1980 году советский народ будет жить при коммунизме. И недалеко то время, когда под руководством партии, под знаменем марксизма-ленинизма, советский народ построит коммунистическое общество, когда осуществится великий принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям, когда солнце коммунизма засияет над нашей землей, коммунизм утверждает на всей земле мир, труд, свободу, равенство, братство и счастье для всех народов. Съезд усилил меры борьбы с культом личности Сталина, начатые 20-м съездом в 1956 году. Именно после 22-го съезда были переименованы города и объекты в СССР, названные в честь Сталина. Сняты его памятники, а мумия Сталина вынесена из мавзолея. Субтитры создавал DimaTorzok